Ребят, всем привет, приветствую вас на канале PlayItHome. Сегодня мы с вами будем играть в игру, которая называется Just Recon Wildlands. Это у нас новая игрушка от Ubisoft. Скажу так, её очень многие ждут, типа как что-то нечто новое, глоток какой-то воздуха точнее, да, назовём это так. Но скажу так, буквально поиграв две минуты в неё, вот буквально две минуты, когда я прошёл обучающую кампанию, да, знаете, у меня такой был некий такой флэшбэк, что где-то я тоже видел. Где, я вам скажу очень просто, я почти что слежу за всеми играми Ubisoft, и тот же самый всеми известный, наверное, такой культовый на тот момент проект, как Tom Clancy's The Division, а мной затёрт в додыр, как бы, то есть и разные тёмные зоны, и вся кампания выполнена максимум, и прокачка героя была достаточно серьёзная сделана. Вот, то как только я зашёл вот в эту игру, в Just Recon, да, я сразу такой, ё-моё, Серёга, так это же, это же, это же Division. Но только, по-моему, в другом мире сделан, в лёгкой другой атмосфере, да, с другими заданиями, с другой стилистикой. Но, Ubisoft сделали проще, это лишь моё мнение. Они находят какие-то, сделают какие-то правильные, качественные проекты. Это я вам, ребята, сейчас расскажу такое небольшое моё мнение по поводу буквально минутной вот этому поигранию в эту игру. Вот, они какие-то находят и делают проекты, какие-то культовые, хорошие, да, там тоже самое, возьмём вот у них бренд Tom Clancy's, да, возьмём их бренд Far Cry. И они пытаются их постоянно делать, постоянно их дорабатывать, поэтому выходит одна, вторая, третья, четвёртая серия и так далее до бесконечности. Да, естественно, они меняют что-то, они, да, естественно, добавляют, потому что Ubisoft это достаточно богатая компания, и она не будет себе позволять делать игры, скажем так, ну, просто копипасс делать полноценные, там просто дополнения какие-то. Они будут либо что-то менять, либо какие-то такие серьёзные изменения, но всё равно игрок будет всё равно оставаться именно в том, с таким, с тем же ощущением, что где-то он это уже увидел. Вот для меня Tom Clancy's Just Recon Wildlands, вот то же самое, что и сделано всё это в игре в The Division, только с одним, неким, неким отклонением. Извиняюсь. Разработчики сделали лёгкую примесь развития карты и ветки с тематикой Far Cry. То есть, я думаю, кто играл по Far Cry в игры, точнее, по Far Cry в игры, да, кто играл в игры Far Cry, там, в третью, четвёртую, там, в принципе, в те части, когда уже была развидка по бандитам, то, я думаю, вы меня прекрасно поймёте. Но и вот эти штрихи, которые окантовки, да, вот эти все идут по самой игре, эти некие псевдоштампы, они преследуются везде. Но, в общем, давайте меньше слов, больше дела, погнали в игру. Я прошёл обучалку, сразу же у нас сейчас будет с вами начаться боевые действия. Ну, я вам покажу, скажем так, начальный ролик, то, что, в принципе, у нас будет являться сутью самой игры. Это операция цареубийца. Слушайте, место операции Боливия. Густые джунгли, высокие горы и соляные пустоши. Будьте начеку или погибнете. Цель — наркокартель Санта-Бланка. Их основное оружие — страх, насилие и угрозы. Вам нужно разрушить картель изнутри, дестабилизировать все сферы их деятельности. Производство, контрабанду, власть и безопасность. Так вы сможете победить. Вы сами по себе. Выбирайте цели. Выбирайте способы устранения. Нам нужен результат. Собирайте данные. Кто ваши враги? Как они действуют? И убейте их. И еще одна важная деталь. Местная военная полиция, Единство, получают деньги от картеля. Они воюют с повстанцами. Группой Катарис-26. Хотите выжить? Подружитесь с повстанцами. Им всегда нужны деньги и снаряжение. Думайте. Планируйте. Здесь неоткуда ждать помощи. Выполните задачу любой ценой. Используйте свое снаряжение и любой транспорт, который найдете. И не бойтесь играть не по правилам. Каждый из вас элитный боец. И вместе вы можете уничтожить целую армию. Помните, призраки. Главное — скрытность. Вы сожжете картель Санта-Бланка дотла. Но кто поднес спичку, останется тайной. Главное — скрытность. Да. Используйте. Используйся карьеры. Используйся карьеры. Используйся карьеру. Используйся карьеры. Ветерок от многими любимыми и однако всеми точно известными игры, которая называется Watch Dogs. Но это, скажем так, больше веяние не самой игры, а веяние тех технологий, которые были внедрены в ту игру. Давайте, значит, начнем играть компанию. Я вот как раз и повторюсь, прошел обучающую миссию. Здесь будем играть сейчас, естественно, соло, без мультиплеера никакого. То есть с четырьмя, точнее с тремя мы будем находиться ботами. И перед тем, как мы сейчас начнем это играть, я вам покажу своего персонажа, который я в принципе сделал. Как я его кастомизировал, какие у них тут есть отличительные черты. В принципе, базовых каких-то наборов в тех же самых, ну точнее базовых вариантов лиц, причесок здесь не так много. Но здесь очень неплохой выбор. Я бы даже сказал, ну не прямо-таки найти какой-то колоссальный, какой-то огромный, а очень хороший выбор именно в плане татуировок. То есть они действительно качественно, так и достаточно нарисованы, они качественно, в принципе, проработаны. Вот, а по поводу амуниции и всех остальных деталей, как бы, внешности, да, вариантов тоже достаточно мало. Там называются все спецнаборы, я вам сейчас все дело покажу. Вот, и эти спецнаборы, ну честно, они какие-то сомнительные. То есть там какая-то прямо-таки постоянно, ну чувствуется крайность. То есть, либо ты весь целиком нахрен закутан в этой броне, там, в этой одежде. Либо ты там, короче, гагляком в рубашке и вообще в каких-то непонятных наушниках. Но я решил, естественно, все это сделать по-нелепому. По варианту, чтобы это было как-то более-менее гламурно и смешно. Поэтому, естественно, я себя создал, чувак, просто в рубашке и в наушниках. Ну, вы меня сейчас сами все, в принципе, это все дело увидите. А по поводу графики в игре я скажу следующее. Ну, у меня она сейчас будет выкручена, ну, не на максимум. Там есть некоторые моменты у меня, они сглажены, предположим, такие, как вот размейте, да. Тени не стопроцентные, там, всякие-то эти блики. Это все дело включаю, потому что это, наверное, начинает подлагивать. А так, в принципе, почти что все выкручено, ну, на максималочку. И по поводу, кстати, озвучки, ребята, классическая озвучка, ну, по Ubisoft. То есть, все на русском языке, все красиво, все с интонациями, в общем, со всеми делами. Все, что вот прямо-таки было для полного комфорта игры. Вот, значит, сейчас у нас загружается, типа, такое некое псевдо-лобби. Так, ну что, у нас сейчас друзей, типа, никого нет, естественно, поэтому мы нажимаем просто сразу же старт. Вот, это момент лобби, где мы можем выбрать таких товарищей, там, с кем мы будем играть. Но, так как мы, повторюсь, играем одни, без всяких друзей, нам нет смысла находиться в этом лобби. Мы ее сразу пропускаем и переходим к заданию. Вот, значит, еще не никает. Ну, перед тем, как мы начнем все это играть, да, я вам хочу просто рассказать, к чему, как бы, готовиться, чего ждать от игры. Игра, естественно, вся, опять же, сделана, как мы видели с вами в ролике, огромное количество разного транспорта есть. Мы с вами можем его и кататься на нем, и добывать его, соответственно, и все это дело можно взрывать, уничтожать и так далее, и тому подобное. В принципе, с техникой здесь проблем нету. По поводу управления, по поводу управления здесь, ну, абсолютно, скажем так, ничего такого тоже сложного нету. То есть, такой некий примитив, по ощущению, то есть, ну, никаких сложностей в этом тоже нет. Вот, по поводу кастомизации разнообразных оружий, еще до этого не добрался, поэтому, я думаю, мы вместе с вами сейчас это все дело посмотрим и узнаем. Значит, ну что, вот наш персонаж. Я его создал, естественно, по максимальной похожести и близости к нашей с вами аватарке, Плэйт Хома. Вот такой вот он, вот такой вот я, конечно, хоть не такой лысый. Вот, значит, давайте пройдемся сначала все-таки по кастомизации, точнее, сейчас посмотрим, как у нас она тут выглядит. Так, стоп, она у нас, по-моему, выглядит вот здесь, в ящике, если не ошибаюсь. А, нет, вот здесь у нас снаряжение, да? Давай, загружайся, картинка. Вот, наш персонаж, соответственно, редактировать внешний вид, значит, голова, ребят, смотрите. То, про что я вам говорил, то есть, в принципе, здесь есть в ряд небольшие, видите, бородки. Все это дело меняется, это вот, как говорят, усы, волосы, с хвостиком. Так, ну, так он не поворачивается. А, так, стоп. А, ну вот. Только почему-то он сейчас целиком меняет, вместе именно с одеждой поменялся, странно очень. Ну, ладно, это, в принципе, особо не заморачивает меня. Так, вот, предположим, по поводу экипировки. Видите, она еще пытается прогрузить одновременно сразу же все. Вот, а та самая крайность, про которую я с вами разговаривал. Как вы видите, у нас либо сразу же все пытается на нас напялиться, либо нас максимально пытается как-то все это заплатить, как-то оплатить в некого какого-то супер бойца. Но, кстати, очень многие тематики, и опять же-таки, вот, предположен костюм, который так что был, да, он реально чувствуется из-за того, что он The Division. Там это была неплохая экипировка, в принципе, ну, кто играл, тот поймет. Так, по поводу навыков. Здесь, да, есть прокачка системы, здесь есть дроны у нас, вооружение, физсвойства, отряды и поддержки, естественно, повстанцев. Эта тематика у нас идет, я не буду 20 тысяч раз повторять, откуда все у нас это идет. Так, ну что, давайте теперь поиграем, наверное. Значит, сейчас откроем с вами карту. Значит, карта у нас выглядит следующим образом. Вот так вот. Здесь у нас идут разные бандиты, да, разные главы группировки. По сути, они подчиняются всему одному. Это глава картеля, главный босс, да, мечтатель. Вот, и чтобы не добраться, нам надо будет, естественно, их либо всех убить, я так полагаю, либо, может быть, по какой-то одной из ветки можно будет пройтись, не знаю. Но чтобы карту открыть и получить кайфушку, по-любому придется, значит, поубивать всех и вся. Все, я думаю, хватит разговоров, ребята. Хватит именно вот этих... Так, вот этих всяких тем по поводу подготовки к игре. Давайте сесть в автобус, мы можем. Прыграем, пацаны. Господи. Так, кстати, знаете что? Перед тем, как мы сейчас отправимся, нам посмотреть там куда-то двигаться надо. А то мы как-то... А, вот катание. Вот сюда, походу, да? Ну, давайте сгоняем, посмотрим, что у нас здесь есть вообще. Так, хотя, основная задача у нас какая сейчас? Вот эта, наверное. Так. Еще не обнаружена эта локация, но... Я думаю, мы можем все, в принципе, прокатиться вот до этого места. А интересно, здесь есть быстрее перемещение? Нет, перемещения быстрее нету. Ну, давайте тогда разведданных даем вот туда, вот до этих. Так, нам-то получается вот туда. Радио сделано забавное очень, учитывая, что то место, где мы находимся... Оп, аккуратненько. Господи, ты мой, да. Я сомневаюсь, что эта машина может так вот прыгать и летать. Но, однако. Кстати, если найдем сейчас какой-нибудь джип 4х4, обязательно сядем в него, прокатимся. Кстати, 10-точку гонить можно или нет? Ну, скорее, наверное, да, чем нет. Вот, и когда они сядут все в джипе, там, в рейнджере, не в таком, а вот именно в другом, у него сзади нету крыши. Наши все друзья-товарищи, они, знаете, головой мотают во все стороны от наших всех поворотов. Очень забавно выглядит, на самом деле. Я думаю, какие-то, может быть, летсплейщики или товарищи, кто будет угорать по этой игре, обязательно вырежут эти все моменты и под какую-нибудь стебную музыку все это дело можно будет наложить. Ну, получится реально топ-тема. Блин, радио здесь, конечно, классно сделано. Намат на линии по Катаре. Похоже, ему нужна помощь. Соедини с ним. Холокомпадре, у меня проблема в Итакуа. Абауман говорит, что вы можете помочь. Моему народу нужна помощь. Картель убил многих, а ужасные дела Юрия и Полита подорвали боевой дух. Революционный огонь почти потух. Меньше слов, Катаре, просто скажи, что тебе нужно. Автоколонна снабжения картеля скоро пересечет провинцию. Ее захват обеспечит моих людей припасами и поднимет их боевой дух. Вы можете это сделать? Не вопрос. Теперь мы Паку Катаре подчиняемся. Катаре нужен этот конвой. Отдадим его ему. Чем больше он зависит от нас, тем больше мы можем получить взамен. Ну вот мы с вами только что получили задание. Давайте посмотрим на карте, как оно у нас и где сейчас отображается. Получается, вот. Продвижение Катаре на грани провала. Поможем ему обратить течение вспять. Сможем рассчитывать на его поддержку в будущем. Да. Значит, сейчас едем на задание к помощи Катаре. Кстати, здесь люди все время гуляют почему-то вдоль гор. Хотя, ну, не вдоль гор, в смысле, а по этим дорожкам. Да, как-то очень это... Попытка имитации... Ой. Интересно. Можно было сбить? Наверное, даже надо было сбить. А еще многие, конечно, моменты непонятные. Там на карте отображаются у нас карты красными точками всякими. Ой, господи, аккуратно. Здесь, ладно, аккуратно. Так, реально, действительно, игра сделана неплохо. То есть, конечно, сверх что-то новых там прямо суперэмоций вы не получите, ребята. Если вы все-таки следите за продукцией компании, ой-ой-ой, надо было повернуть, наверное, все-таки. А может и нет. Вот. А каких-то суперсверхэмоций новых вы не получите от игры. У вас будут такие некие, повторюсь, флэшбэки от того, что где-то вы это уже видели. Но, как проект, да, черт подери, он интересен. Возможно, я не буду неправ. Возможно, мне скажут, что Серега, тогда я вообще неправ на 100%. Но, ребята, это сугубо мое мнение, и не более чем я не навязываю вам его. Я просто делюсь им. Вот и все. Так. Здесь у нас какие-то есть разведданные. Давайте мы их заберем. Ой-ой-ой. Причем мы заберем, походу, их очень грубо и сразу же. Не в форме, прячься. Лейтенант убегает. Никто никуда не... Так, это кто, интересно, бандиты? Смотри, куда стреляешь! Так, я, походу, мирного, что ли, грохнул? А, нет, вон он сваливает. Бля, куда он... А он уже там, что ли? Едрем-батрем. Насрать на гражданских. Едрем... Ммм... Хотел сказать, едрем-батрем опять. Так, 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 так. Че, на тачку садиться? Так, ну, по-моему, его грохнули, да? Да, теперь точно грохнули. Давайте прочекаем его, посмотрим, что там у него есть. Так. Вести автомобиль. Нет, стоп, вести я не хочу автомобиль. Я хочу посмотреть, что у него есть в теле. Походу, ничего. Мы просто его убили и все. Ну, ладно. Значит, мы должны, получается, просто забрать у него документы. Точнее, даже не у него, а вот здесь. Готов. По-моему, это все. Сейчас разведданные заберем. И пойдем уже по основному заданию. Так, ну, только вопрос. Успеем ли мы притормозить эту колонну? Ну, думаю, да. Почему нет? Ну, кстати, здесь джипы какие-то ставят крутые у нас. Прямо-таки все по фэншу. Вот на нем сейчас как раз так и поем. Или на легковушки на быстрый. Не, я лучше, думаю, на джипе. Так, патроны, комплекты нам пока не нужны. Так, а где разведанные-то? Как-то на верх, что ли, как-то забраться надо. А, или здесь, наверное, вход. А, во. Кстати, ребята, самое, наверное, главное, то, что я очень ценю и люблю в Ubisoft. И даже несмотря на то, что если они что-то делают похожее на кого-то, точнее, на кого-то или на самих себя, это внимание к деталям. Они всегда делают это на высшем уровне. Так, ну что, давайте хватаем этот джипарик наш. Зевс называется. Ничего такое. Тойота Тундры, кстати, по-моему. Ну. Блин, почему такие негры все время долгие, а? Ох, как она едет. Она прямо, она прямо маленький танк. Я думаю, на какой-то тачке здесь еще и заносит ее как. Вот. А по поводу, кстати, стоимости игры, ребята. Игра на данный момент стоит у нас... 1999 рублей. Это стандартное здание. Максималка, по-моему, стоит... Ой-ой-ой. О, нифига. Смотрите, какая спортивка здесь. Да, все готово. Максималка стоит здесь 3999 рублей. Там, естественно, как всегда, даются всякие плюшки, оружие, броня. Там, по-моему, еще можно даже какие-то дополнительные задания. Что еще я, честно, не вдавался. Игра официально выходит 7-го числа. 7-го февраля. Так. Но, в принципе, как поклонникам, наверное, если вы любите такие игры, то, я думаю, к приобретению... Ну, не то, чтобы обязательно, но, как бы, поиграть точно стоит. Так, вот здесь как раз только что было у нас обучение, я его проходил. Справа, там, видите, выжженная деревня осталась. И мне еще интересный вопрос. Тот, кто купит... Точнее, кто сейчас играет в игру, и тот, кто ее купит, то, прежде чем в дальнейшем, останутся ли сейвы, придется ли продолжать, или придется все с нуля начинать? Вот это вопрос. Но местные здесь, конечно, куры, блин, спасибо. Точнее, извините. Много высотердных знаков, скорее всего, эти все посты... Как... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то нифига я тут пролетел. Многие посты сделаны, вот именно, мне кажется, в стилистике, как вот именно в Far Cry, там их когда захватываешь, да, и получаешь, типа, некое превосходство именно в регионе. Хотя, если честно, по хит-канца, я точно еще не разобрался в этом, потому что поиграл только вот буквально пять минут. Да, это дед, по радио это дед, классно. Почти приехали, да, остановите колонну, но, надеюсь, она не особо большая у нас будет. А, там на таких же тачках, кстати, едут. Огонь, давайте. Кнопку офф зажимаем, и они, соответственно, начинают автоматически вылезать из тачки и расхреначивать их всех. Блин, ну, пацаны, давайте, дед, хоть как-то, или мне самому надо еще вести и стрелять? Блин, ладно. Да по кому вы стреляете в Машу? Как бы нам это все сделать, а? Сейчас мы это сделаем иначе. Думаю, это будет, наверное, самое правильное. Ну, резче. Свою маковку. Чего не угробить-то, ядрен-батрен. Тачка у нас что, перевернула, все, хана и... Давайте, пацаны, садитесь. В кустах она про нас стоит. Ну... Господи, ты такой медленный, братан, давай, а! Все, сваливаем. Так, обучение автоколонной. Что там надо автоколонной, получается? Как-то надо стрельнуть, чтобы снять автомобиль, протаранить его или убить водителя. Хм, зашибись. Логично. Надеюсь, сейчас догоним их. Так, здоровье грузовика. У нас, в принципе, по-моему, особо по картинке, по картинке, точнее, становится все меньше и меньше. То ли мы его так расконачали. Но я так понял, что нам этого не надо доделать. Ить, 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 ить. Аккуратно. Давайте, вот этого выносите. Молодцы. Неужели? Нифига он там вылетел. Опа, 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 опа. Все, отлично. Неплохо, кстати, мы его подбили. Неплохо, пачаны, неплохо. Так, враги сдаются. Убийство сдающихся врагов может привести к окончанию игры. Ну, и логика в чем? Так, давайте забираем тачку. Только она, по-моему, горит. Так, стоп, а мне за руль вообще надо или нет? Так, ну-ка. А, все, типа, понял. Так, опа. Гидрём батрём. Вся, откуда вы все побегали? А, вон там еще, походу, бегут. Ну, точнее, они еще, может быть, и не бегут, но скоро 18-60 запланируют нам прибежать. По-любому, по-любому. Так, ну-ка. Ни хера себе, там они нашмаливают. Найди укрытие, твою мать! Да уже нашел, уже нашел. Чё? Так, у нас задание, в принципе, мысли, все, что надо здесь сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пожалуйста, только не так. Походу, только так. Так, ну, здесь наши ребята могут приподнять наши, поэтому будем надеяться. Давай, держусь, держусь. Чё, вариантов-то у меня немного. Отлично. Так, ну чё, намного какого-нибудь схватить тачку, да, сваливать отсюда. На чём поедем, пацаны? Ну, явно на это уже не поедем, она уже, мягко выражаясь, не особо готова ехать. Опа. А ты откуда? Ну, давайте возьмем... О, давайте эту возьмем, эту тачку. Она вроде так ничего более-менее. Пацан, извини. А он, кстати, тот же подъехал. В стрельбе метов. Нифига себе, это что за хер такая? У противника подкрепление. Дерьмо. Патроны кончились. Зашибись. Всё, неужели? Да ладно, ни хрена себе, неужели? Мда, ребят, очень чё-то долго я стоял, очень, очень долго я пытался отстрелить. Ребята, это у нас вот такое-то, сейчас с вами идёт, скажем так, обзор про... Даже не то, что обзор, а такой больше, именно... Такой полноценный первый взгляд. Именно смотрим на динамику, сравниваем её, это всё дело. Смотрим, как вообще она, это всё дело, выглядит. И стоит ли она своих денег. На данный момент, естественно, как просто новая игра, как новый проект. Да, конечно, наверное, стоит своих денег. Но это, опять же, для тех, кто вот любит такие жанры. Мне, в принципе, они по кайфу, но... Здесь один боевик, совсем рядом с сараном. Угу, хорошо. Да что толк ты мне этого, ну, с боевика? Ну, давайте попробуем захватить тогда их, что ли, всех. Так, ну, где ты там? Я вообще не очень понимаю, зачем я вообще в эту деревню пошёл, если честно. Смотрите, здесь как уры разлетаются, классно. Так. Здесь, кстати, можно отдавать приказы нашим солдатам, точнее, нашим напарникам. Чтобы они атаковали ту или иную цель. Прикол с курами. Ууу! Так. Урота. Ну, типа, всё, мы, наверное, захватили это пространство, только я не понял... Не очень понял прикола, в том смысле, что я захватывал уже эту деревню, когда проходила обучающая миссия, но, походу, они обратно сюда вернулись, и я не понимаю, почему. Очень, на самом деле, странно, теоретически, вообще, если мы должны захватывать... Хотя, здесь, наверное, надо захватывать, синяя горела какая-то, расстрелянная вся. Хотя, теоретически, если мы должны захватывать какой-то регион, он, наверное, все-таки должен полностью переходить под наш контроль. О, давайте поймем на такой точке. Я, конечно, можно и на враньере прокатиться, но мы, как нормальные пацаны, поймем теперь в этот раз на атаке. На атаке. Таха, либо скалы, это, скорее всего, это Таха, либо Суббурбан, как-нибудь. Ой, стоп-стоп-стоп-стоп, я отсек. Перед тем, как мы поймем, хочу проверить спорткар. Нихера себе проверил спорткар. С тобой все будет в порядке, я уверен. Такой, главное, голос, нормально, да. Короче, парни, мы поняли, чтобы нам угнать спортивную тачку, нам надо и... Ребята, как вы? Нам надо ее сразу уже, водителя, расстреливать. Там водила совсем не любит, походу. О, постоп, попытка номер два, стоп-стоп-стоп-стоп. Нет-нет-нет-нет-нет. Кстати, красная, красная, кстати. Все, он все готов. А красная карта, я полагаю, означает, значит, машина бандитов, что ли? Ну-кась. Это Ламборгини у нас, да, Ламборгини. Авентадор какой-нибудь. О, Ревенгтон, наверное. А на чем ты догонишь, интересно? Садись. Поехали, ну-ка. Так. Ну, как-то это все такое... Такое себе. Ну, да, прикольно. Наверное. Я как-то больше поклонник больших автомобилей. А где наши ребята, кстати, двое? Смотрите, как колесо у него заворачивает аж охренеть. Мне кажется, машина не готова к таким приколам. Нет, давайте все-таки заберем наш Тахо и пойдем на нем. Все-таки на нем как-то кайфове, что ли. Здесь, кстати, можно ехать... Вон, кстати, они появились, смотрите, телепортировались к нам. Давайте откроем карту, посмотрим, куда нам надо ехать. Так, это у нас что такое? Это у нас задание, да? Сюжетка. Ну, поехали по ней, чего? Пацаны, вам там особое приглашение надо, да? Бегом, 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 давай. Ох, господи. Да. Ну, честно, ребята, да. Я думаю, игра стоит, наверное, своих денег для того, чтобы скрутать какое-то количество времени, мне поугарать. Пока что, конечно, супер такой вот эти атмосферы здесь не чувствуется, но... Пофаниться, покататься... Да что говорить правду, давайте посмотрим правде в глаза. Все игры с таким управлением, в такой сфере, они все сделаны под GTA. Если вам нравится GTA, естественно, вы будете играть в такие похожие игры, и тем более, такие проекты, как от Ubisoft. Это однозначно. Почему GTA? Ну, GTA, потому что это некий талон, на который все равняются. И к сожалению, или, наверное, к счастью, но, блин, это правда. Так. Что, мы будем заходить туда, наверное, да? Хотя... Хотя, да, давайте, ладно, на хрен с ним зайдем. Так, этих мы подчпонькали. Давайте лучше, наверное, все-таки обойдем. И найдем этого лейтенанта картеля. Ага, тут мост у нас получается, а это у нас... Окей. Таково мы там рассердили, господи, какие-то два бича. Тем более, мы с Глушаком все зашли, все по красоте. Так. Документы забираем. И что нам тут надо сделать? Так, оказать рейды за припасами обнаружить. Так. Давайте вот это. То есть, здесь чисто на выбор, получается, дается, что мы можем получить. Ну, окей, ладно. А это что такое? А, это вот как раз наше задание, получается. Угу. А тут уйдет, что ли, или что? А, вон они идут. Оп-оп-оп. Он не ожидал, да? Все ликвидировали. А ты кто побежал? Мы в порядке. Все целы? Он мне не попадает по нему. А, это наш ядрен-батрен. Да уж. Так, что у нас здесь? Ох, какой у нас грузовичок большой есть. Так, поблизости, поблизости у нас тут по карте, по-моему, ничего не отображается, кроме как какое-то количество патронов есть. По сути, да и все, да? А, вот что, какая-то бочка тут? А, ее можно взорвать. Ну-ка, проверим сейчас, как у нас бабахнет она. Ты вообще бабахаешь, нет? Ну-кась, ну-кась. А, это типа маячки. Понятно. В общем, все, что мы можем здесь забрать и получить, получается, мы отдаем повстанцам. Они нам за это будут помогать, там, какие-то очки давать. Я понял. Кстати, ну-ка, если интересно, здесь боеприпасы у нас. Просто пополняем, окей. А на тракторе можно, интересно, гонять? Хе-хе. Риле можно, смотри, а. Убийца-тракторист. Ура! Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Здесь конопля, что ли, растет? Реально конопля. Давайте без меня, главное, такие. Ой, один такой у нас, главное, сидит, смотри, а. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну-ка, коровы. Папка едет. Да, им пофигу, абсолютно. Ха-ха-ха-ха. Какая нафиг война, какая нафиг, какие нафиг картели. Э-э-э, поле, да, трактор. Так, ну-ка, пострелять, если по коровам. Ну, они умирают. Как бы это логично, да? Очень странно они так легли. Ну, да ладно. Так, а это у нас еще значок зеленый. А, это у нас картель приехал. Эв, оно как. А, давайте на вертолете теперь погоняем. Пацаны, вы здесь, телепортируйте все ко мне быстро. Я за штурвал. Да, почему вы не хотите внутрь сесть? А, там ящик вижу. Погнали. Так, ну все, окей, что? Летим 900 метров. Ну, в принципе, не так далеко. Небольшое особое расстояние, поэтому... Ну, вертолеты, кстати, здесь управляются. Ну, ничего такого сложного в этом нету. Просто жмем вперед, поднялись наверх и все. Можно, конечно, так же классическим вариантом ускориться. А что такое там с нас огонек заморгал так наверху? Очень подозрительно. Эээ, дерево, аккуратно. Главное, это... Главное, это сесть. Это самое главное будет в этой игре. Так. У нас здесь даже возможно сейчас приказ атаковать и дать. Но я не знаю, как у нас получится вид сверху. А сейчас попробуем... А, здесь у них какая-то даже базовая. Окей. Причем... Давайте на крышу сядем куда-нибудь. Нифига, у них там вертолет стоит. Ну, что, давайте... А, кстати, давайте приказ атаковать. Вот так, давайте. Эть, эть, эть. По красоте сейчас все, чтобы было. А в этой вертушке они есть. Давай ее угоним и отправим правильным курсом. А как мы ее угоним? Да-то. О, хана винту. Блин, пацаны, вы не по-там его стреляете. Ядрен-батрен. На-а-а-а-а. Сумасшедшая атака. Главное, огонь. Ясно. Какого хрена мне не догнать его вообще? Что это... Как я могу угнать вертолет, если этот вертолет летит в воздухе еще и быстрее? Это же не Джаз Каус, где я так могу крючать. Я не могу никаком с вами зацепиться за кого-то. Так. И это что-то ни хера не смешно уже. Это уже не смешно. Я херово управляю вертолетом, ребята. Я очень херово. И он не хочет взлетать. А, во. Усмоляйте, господи. Этот вертолет, о боже, этот вертолет. Так, ну-ка. Бля, по кому вы стреляете? Я не понимаю. Я вам даю цель, блин. Поедем. Что с вертолетом? Он... О, он... Вы видели? Он в воздухе застрял. Вот он висит в воздухе. О, господи. Баги. Такие баги. Привет, братан. Как стоится? Ха-ха-ха-ха. Господи. Чувак, это жесть. Ладно, окей. Ядрем-батрем. Тут их... Она приехала. Нет, уберите. Господи, это жесть. Это просто жесть какая-то. Я за деревом. Лучше спрячусь пока что. Ой. Давайте... Давайте сразу ляжем туда уж. Так, дрон... Нет, нам дрон не нужен. Автомат доставай. Господи, что ты делаешь, товарищ? Наши, кстати, всех их перебили. А как мне вертолеты теперь захватить? О, господи. Опенбета, опенбета. Так. Э-те-те-те. Отлично. Кто есть один? А, может, надо убить того чувака, который в воздухе висит? А он, кстати, уже, по-моему, пропал, да? Да, походу, да. Хер его знает, как мне туда попасть. И даже никак не попасть туда. Да, господи, да убейте их, че? Вот так вот. Одного, второго, третьего, всех подряд так. Блин, как бы он не прыгнул на вертолеты, а? Хрен его даже знает. Просто не кликабельный он, абсолютно не кликабельный. Но он забаговался. Просто забаговался. Да. Только сказать должен да. Ребят, я думаю, на это наносится с вами... А, кстати, давайте попробуем, знаете, что сделать еще? А у нас есть граната какая-нибудь там, что-нибудь еще? Ну-ка. Ну, зато он упал. Зато он упал. Ладно, ребят, я думаю, мы с вами закончим наше такое некое бета-тестирование. Могу подвести итог. Ну, да, игра действительно неплохо сделана, достаточно красиво сделана. Для поклонников GTA-подобных и для тех, кто любит игры от Ubisoft, конечно, обязательно к приобретению. Но главное, чтобы разработчики ее не забросили, какие-нибудь делали постоянно к ней DLC-шки, либо какие-нибудь типа еще ивенты, или что-нибудь в этом духе. Вот. Но если хотите увидеть прохождение этой игры именно от меня, то пишите комментарии, ставьте лайки, это будет зависеть. Если да, то, наверное, приобрету эту игру, так поиграть, посмотреть. Ну, а с вами был Сергей Плэй. Спасибо за просмотр. Всех люблю. Всем пока.